Судя по тому как разрываются места для сиденья у всяких Human Rights Watch Красных Крестов МИД РФ и бог еще знает кого, мы пришли к выводу что так и да, эти снаряды очень сильно помогут Украине в освобождении своих территорий от оккупантов. Кстати, а вы слышали что-нибудь от этих организаций по поводу ракетного удара по Львову или подрыву Каховской ГЭС? Нет, мы тоже не слышали. Изначально, мы не хотели делать это видео пока точно официально не станет известно о том что дедушка Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов Украине. Откровенно говоря у нас была мысль что это вброс СМИ и Байден не решится на такой шаг. Но нет, эти шайтан девайсы так и едут в Украину. Для тех кто в танке, то Белый дом 7 июля официально объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Соответствующее решение одобрил президент США Джозеф Байден. Приедут они в родную гавань в новом пакете военной помощи Украине. Кроме кассетных снарядов для артиллерии в пакете также будут дополнительные боеприпасы для ЗРК Патриот, ракеты для Хаймарсов, 32 боевые машины и пехоты Брэдли, ракеты КПТ, РК Джавелин и ТОУ, а также беспилотники ПЗРК Стингер. И что интересно ракеты АИМ-7 для ПВО о которых мы вам рассказывали на медне, которые наши инженеры приспособили для использования в наших ЗРК Бук и ТОР. Но не об этом сегодня, а о том от чего так сильно пригорело у кучи организаций и политиков по всему миру, когда стало известно, что Байден так и одобрил передачу кассетных, или как на Западе их называют, кластерных снарядов 155-го калибра для украинской артиллерии. Все дело в том, что эти боеприпасы в отличие от обычных осколочно-фугасных имеют одну интересную особенность. А именно, кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые разрываются в воздухе и разбрасывают десятки боеприпасов меньшего размера. Площадь которую покрывает один такой кассетный боеприпас очень великая и может достигать даже площади футбольного поля. Контейнеры наполняют осколками, минами или авиаминами. И ребята, почему так раскудахтались все кому не лень по всему периметру земного шара по этому поводу? Дело в том, что в случае несрабатывания этих кластеров из снаряда они могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов было ограничено конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года. Однако, Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали и не подписали. В общей сложности, более 120 государств присоединились к конвенции запрещающие их использование как негуманное и неизбирательное вооружение. И да друзья, целые города в Украине стирать с поверхности земли и лупить по мирным жилым домам со спящими людьми это другое. Не перепутайте. К тому же, та же страна террорист всю войну использует такие боеприпасы против нашей армии. Но возмутились все кому не лень почему-то по поводу передачи их именно Украине, поэтому назвать это лютым трэшем и лицемерием это ничего не сказать. Так что учитывая такую реакцию, значит как говорил классик хорошие сапоги или в нашем случае снаряды, нужно брать. И постскриптум, там США планируют родить для Украины ракеты Атакм с дальностью 300 километров для Хаймарсов и М270 и они также бывают похожего кассетного действия. Ну вы поняли да? Поэтому, подписываемся на канал, жмем колокольчик и все другие правильные ссылки и кнопки. А также смотрим другие наши ролики бэшосгэйт наш канал Якуна скажу тёхляв несмотря на большее количество публикуемых роликов. И будет вам и плюсок в карму и огромный зачетища и куча всего еще не менее интересного.